С научным багажом, актуальным изобретением и красным дипломом. Ко взрослой жизни за стенами университета магистр Тулгу Сергей Зыкин готовился давно. С лекции в магистратуре бежал к научному руководителю из кабинета на завод. Итог – собственное изобретение. Научный мир оно не перевернет, но сотни людей облегчит и жизнь, и дыхание. Сергей работал над комплексом, регулирующим дыхательную нагрузку. Это тренажер для больных астмой. Его уже взяли на апробацию в тульские больницы. Моя специальность – это стык медицинских и технических наук. В данной сфере еще мало разработок, и это достаточно перспективная область науки. Данным макетом заинтересовалось тульское предприятие «Стрела». Я буду продолжать на нем работать и обучение в аспирантуре. Совершенствую данную работу и получаю необходимый опыт на предприятии. Сегодня Сергей в числе магистров, которым вручают красные дипломы. 317 молодых людей в черных мантиях и шапочках конфедератках собрались у вуза. Традиции сотни лет. Такой наряд носили выпускники еще монастырских университетов Европы. Получая звание бакалавра, кисточку на конфедератке, они перекидывали справа налево. У тульских выпускников традиция другая – приносить клятву. Вызверный девизу. Новус курсус ивентум. Новус курсус ивентум. Инновации, карьера, успех. Инновации, карьера, успех. Прославлять родной вуз и родной гор. С таким напутствием обращаются к магистрам потенциальной работодателя – директора тульских предприятий. Именно этот вуз выпускает основной состав работников оборонных комплексов. Среди славных фамилий – конструктор Истечкин, Макаров, Шипунов, Грязев. За 80 лет из кабинетов и лабораторий вышли больше 100 тысяч выпускников. Они будут будущим нашей науки, потому что те темы, которые мы предлагаем на магистрские диссертации, мы стараемся подбирать таким образом, чтобы они были актуальны и чтобы они были востребованы производством и наукой. Получателем президентских стипендий дипломы вручал губернатор Алексей Дюмин. После торжественной части – вопрос о будущем. Магистры обступили главой региона. Главный вопрос – каковы перспективы в Тульской области? Алексей Дюмин пообещал, чтобы кадры оставались на тульской земле. Для них будут создавать комфортные условия работы. На оборонных предприятиях города уже действуют программы «Молодая семья». Работникам предоставляют жилье и соцпакеты. Мы все рассчитываем на то, что такие целеустремленные, уже со светлыми головами, уже со знаниями, с определенным опытом, люди вольются в наши предприятия, вольются на нашу малую родину и своим трудом будут поднимать статус нашей Тульской области. Ну а пока под кричи «Ура», по слезы радости и ностальгии. И в небо летят шапочки конфедератки. Сегодня из вуза ребята уходят во взрослую жизнь. Анна Степанова, Роман Тюкин, Первый Тульский.